Активируй духа! Сто тысячелетние кольца? Невероятный экшен прошлой серии продолжился в этой. Монстры Шрека все вместе противостоят силам Духовной Империи и сметают врагов. Весь эпизод это сплошные битвы с противниками. Главное сражение, конечно же, Тан Сана и титулованного Красного Дракона. Самого сильного врага Сан взял на себя. От их боя как будто сотрясаются небеса, и каждый удар полон огромной мощи. Если вспомнить, то сейчас уровень Сана 84-й, почти 85-й, а у этого титулованного мастера 96-й. То есть разница практически в 12 рангов. Поэтому хотя у Сана 4 100 тысячелетних кольца, победить такого противника совсем нелегко. Особенно когда в конце этот седьмой священнослужитель использовал свой девятый навык. Это сильнейшая способность любого титулованного, и требует максимального количества духовных сил. В некоторых случаях может отобрать до половины всей его накопленной энергии. Всем мастерам и солдатам, находящимся в городе, грозила большая опасность. А козырем Тан Сана, как мы и ожидали, стало божественное оружие – трезубец морского бога. Это будет самое первое использование трезубца в битве. Очень интересно посмотреть на его способности и силу. Хотя в начале Сан пользовался лишь молотом чистого неба, трезубец был всё время рядом. Ранее говорилось, что Сан должен постоянно держать это оружие при себе, из-за его огромного веса, опасного для всех остальных, кроме него. Так вот, в новелле говорится, что Тан Сан обычно ходил вместе с трезубцем в руке, но мог и прятать его в покрове Безбрежного моря, что соединился с его черепной духовной костью. В иных пространственных измерениях или эссенциальных инструментах его оставить нельзя. Также в случае отделения от Сана, трезубец может своим огромным весом раздавить что угодно. Что касается битвы Призрака и Циньмина, мы долго думали, выживет ли Учитель. И вот, кажется в этой серии всё наконец прояснилось, однако не в нашу пользу. Мы надеялись, что он каким-то образом выживет, но увы, очень жаль Циньмина. Он сражался храбро и ушёл достойно. Его последний бой с титулованным Призраком действительно был героическим и бесстрашным. Хотя не показали тело Учителя, но от таких ран, какие были у него, мало кто выживет. На удивление, от такого масштабного взрыва, созданного Циньмином, Призрак совсем мало пострадал. Практически не видно, что он был ранен. Это кажется немного странно, если учесть, что эта последняя атака пришлась в такой близости к врагу и попала точно в цель. Также из слов Призрака стало понятно дальнейшее развитие сюжета. Он сказал о ловушках в Звёздном лесу и охоте. Совершенно точно, что уже очень скоро Бибидун начнёт охоту на 100 тысячелетних зверей, обезьяну Титана и Буйволопитона. Жертва этих зверей позволит Сану получить ещё два Красных Кольца и, наконец, стать Титулованным. В следующей серии ожидаются ещё более захватывающие события и финал битвы с Титулованным Красным Драконом. Перед всеми величественно засиял Трезубец Морского Бога. Даже этот Титулованный не ожидал такого поворота. Всё же Божественное Оружие не идёт ни в какое сравнение с инструментами или оружием мастеров. Мы увидим Трезубец во всей красе с его Божественной Энергией. Седьмой Священнослужитель проиграет Тан Сану, однако он сумеет сбежать. В трейлере мы видим, что Цянь Рин Цюэ строго отчитывает этого мастера за провал в городе-силу. Цянь Даолю, несравненный титулованный 99-го ранга, дал ему приказ помешать планам двух империй. И всё бы получилось, но как раз вовремя вмешался Тан Сан и монстры Шрека. Конечно, если бы этот Титулованный с Драконием Посохом не сбежал, а был повержен в битве, это был бы большой плюс в пользу Небесной и Звёздной Империи, так как Биби Дун лишилась бы сильного мастера. Но всё впереди, в будущем Сан победит ещё не одного Титулованного. Когда Седьмой Священнослужитель вернётся в Духовный Храм доложить о произошедшем, его встретит Цянь Рин Цюэ, она уже стала Титулованной 92-го ранга. Её Святой Меч Ангела тоже очень силён, но она решила проверить на Титулованном, кто на данный момент сильнее, Тан Сан или она, и сравнить разницу между ними. Тан Сан и монстры Шрека на много лет исчезли, и никто их не видел, но теперь они вернулись и стали куда сильнее. Тан Сан уже приступил к восьмому испытанию, а Тянь Рин Цюэ его только начинает. Между тем, война с Духовной Империей всё ещё не прекращается, и дальнейшие действия Императора должны быть очень обдуманными. Теперь им ничего не должно помешать заключить союз и объединиться против Биби Дун. Всем нужно готовиться к будущим битвам, в том числе запасаясь скрытым оружием. Большое спасибо за просмотр, напишите в комментариях, что вы думаете о битве с Сана с Титулованным, и ждёте ли вы, как Сан впервые воспользуется Трезубцем. Подписывайтесь на канал, и до скорой встречи.